Привет, Китай, с вами Песфан. Какой самый народный гаджет? Смартфон? Нет. Планшет? Нет. Видеорегистратор? Почему? Да потому что, если бы не было видеорегистратора, на ютубе было делать вообще нечего. Не было бы ни падающих метеоритов, не было бы ни разговоров с гаичниками, не было бы ни подборок аварий. Я херею, сколько бы вы всего потеряли. Канал Чайна не случайно, только для истинных китайских шопоголиков. Здесь вы найдете все, от рыбацких посылок до крутых автоприбамбасов. А также каждый вторник улетная раздача бесплатных подарков. Подписывайся, ссылка в описании. Вообще это самый судьбоносный канал, вот прям назвал как отрезал. Здесь, как всегда, была доставка, кстати, через жопу. Объясню, как доставляют вот эти посылки. Смотрите, китайцы опять со своего вот Эхуани, или как и так у него это называется, они оттуда пересылают во Владивосток, не знаю каким транспортом. После этого с Владивостока курьерской службой с ДЭКом доставляют уже до меня. И мне, в принципе, спасибо китайцам, потому что мне не надо ни на почту идти никуда, а просто приносят домой вот с такой посылки. И когда первый раз мне принесли, я, Кирилл, думаю, ну что это такое? На самом деле это китайцы изобрели вот такой новый способ доставки. Ну, по крайней мере, с GearBest'а так работает. Красавцы. Дальше типичный видеорегистратор. Дисплей практически, наверное, сейчас у всех видеорегистраторов стал 2,7 дюйма. Разрешение самое минимальное. Вот такого типа видеорегистраторы в основном у всех, у таксистов, в Логанах, вот постоянно вот такие вот регистраторы. Ну, потому что они очень дешевые. Здесь матрица 5 мегапикселей всего. Батарея тоже минимальная. То есть, по сути, ночной съемки вот этого режима нет, как было в предыдущем регистраторе. То есть, вот сейчас вот здесь вот все характеристики где-то высвечиваются. Вы смотрите, и чувствуется, что он дико дешманский. Но давайте посмотрим комплектацию. Хотя она тоже, я думаю, опять же, у любого регистратора она типичная до ужаса. Ну, ладно, стойка, которая крепится, стойка тоже у всех похожа, ничего нового. На всякий случай кладут всегда мини-USB, то есть, еще на микро-USB не пришли. О, ну это новшество, коробка как открывается. Дальше обычный прикуриватель с USB, все. Че, инструкция, удивительно, что инструкция есть. И по-любому, наверное, китайцы. Китайцы замутили свою инструкцию. На русском! Вот теперь я точно уверен, это для Ашана. Это какой-нибудь Ашановский или Лентовский видеорегистратор на русском. И даже перевод хороший. Ну, хотя, не, не, ну, включение полного времени получается лучше... Ну, не знаю, не знаю. В принципе, насрать на эту инструкцию, потому что здесь ничего интересного нет. Ну, как и предполагалось, регистратор такой дешевый. И слабо напичкан, да, в отличие от того, что мы до этого смотрели. Разница всего где-то примерно там в 20-25 долларов. Но колоссальная разница. Прям дико много отличий. Давайте посмотрим меню. Че, если нам интересного, китайцы подготовили. Стандартное меню. У регистраторов видно, оно однотипное. У меня просто дико давно не было регистраторов. И поэтому я не знал до этого, какое здесь меню. Здесь есть русский язык. Есть разрешение. Цикл записи. Можно вообще его отключить. Можно выставить вот это в VDR. Экспозиция. Распознавание движения. Это самая херовая функция. То есть, если она у вас включена, и когда вы его не снимаете, это хорошо. Если постоянно снимаете, вот сейчас я ее включил, она у меня задрала. Он включается и включается. Пока не отключил, ничего не помогало. Получается, G-Center можно настроить. Все. Из этих настроек все. Здесь еще также есть дата, время, звук, клавиш, язык. В принципе, типичные стандартные настройки. Частота освещения. Таймер выключения вот здесь вот нет. Что здесь еще нет, в отличие от того видеорегистратора? Нет ночного видения вот этого прибора. И угол намного меньше объема захвата изображения. Здесь всего 120 градусов. Там был 170 градусов. Ну и при желании, уж при дико большом желании, вот вы что можете сделать. То есть, вот включить вот такой фонарь. Он стопудово спасет. И вот китайцы, они до сих пор свято верят, что их технологии с таким фонарем решают судьбу водителей. Субтитры сделал DimaTorzok Народ, сейчас будет ночной тест вот этого самого дешманского подвального видеорегистратора. И здесь немного не хватает симметрии. То есть, мы даже сегодня протестим как раз таки вот с этим огоньком, который мне не дает покоя. И почему бы не зафигачить еще один сюда светодиод, и тогда была бы симметрия. Но тупняк китайцев не дает нам просто нормально двигаться к прогрессу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я себя поймал на слове, что по двум видеорегистраторам сразу очень тяжело подводить итоги. Что то говничье, что это говничье. И говничье это доброе слово. Вы просто вот постоянно нарочно, ой, ой, все говнище. Нет, это доброе слово, потому что эти видеорегистраторы, они такие, выполняют свою функцию, рабочие лошадки. И их можно называть говнище, но это рабочее говничье, на котором ездит, в принципе, ну не знаю, ну больше половины россиян. Приходят в Ашаны, приходят в Ленты, приходят в Карусели и покупают вот такие вот видеорегистраторы. А как происходит-то на самом деле? В Китае вот делают вот такие вот ноунеймовские регистраторы. Вот смотрите, я уже сто раз его показывал. Ничего не написано. Закупают огромную партию Лента. Бах! И ни с того ни с сего этот видеорегистратор стал Лентель. И вам продают его на 23-е, еще на какой-то праздник. Вы приходите, охереваете от скидки и покупаете. Объясняю дальше. Что здесь интересного, вот в этом видеорегистраторе? В этом видеорегистраторе собрались все необходимые функции, без излишек. То есть вот 30 баксов вы по факту отдаете. И за 30 баксов китайцы прям отвечают, прям вот по прайсу, по списку. Есть G-сенсор. G-сенсор практически во всех видеорегистраторах. Если бы здесь его не было, это бы считалось херня. Здесь есть G-сенсор. Что здесь еще есть? Здесь есть вот такая вот ИК-подсветка. Она тоже практически у всех есть. В отличие от вот этого навороченного регистратора, здесь нет вот этой функции VDR. Но ее нихера не видно на этом видеорегистраторе. Здесь нет функции ночного видения. Здесь есть функция ночного видения. Где она? Вот когда ты едешь в темноте, и я смотрю две записи, ну может быть там какие-то прям кропаля самые изменения. А на самом деле, как будто смотришь одну и ту же картинку. Одну и ту же. И ты понимаешь, что за все вот эти вот навороты у тебя просто так отняли бабки. По факту они нихера не работают. Что еще интересного? Практически это два одинаковых видеорегистратора. Ничего нового принципиально здесь нет. Снимают, я бы сказал, одинаково. Особенно мое удивление в том, что может быть ночью минимальные различия. Но когда мы ехали днем, и я смотрел две видеозаписи. Это настолько офигенная запись. То есть китайцы не плашают днем. Они снимают так, что можно разглядеть номера. Если презумировать, можно разглядеть номера. То есть никаких проблем нет. Теперь самое важное вот в чем. Вы собрались покупать видеорегистратор. И у меня вообще редко выходит обзор на видеорегистратор. Я постарался более как-то его интереснее сделать. Я бы не сказал, что он так прям высокотехнологичный, но он интересный. И я тут уточнил. Что самое важное при выборе видеорегистратора? Первое, это конечно матрица. Надо смотреть за матрицей. Потому что если вы будете херовую матрицу брать, то у вас ничего хорошего в темноте особенно не получится. Второе, это объектив. С объективом надо тоже смотреть, что это желательно, чтобы это было стекло, а не пластик. Но в основном, я так понимаю, что здесь, что здесь стекло. Светочувствительное, самое главное. И третье, это процессор. Вы понимаете, что без процессора, какая бы у вас не была охеренная матрица, что бы у вас, какой бы не был охеренный объектив, у вас не будет просто складываться изображение. Потому что процессор своей скоростью обработки делает как раз таки вот эту вот дорожку, видеодорожку. Поэтому, когда будете выбирать, смотрите на эти факторы. И не смотрите на эти видееры, ночное видение. Это все херня. Но если вот сравнивать вот эти регистраторы, я бы вот этому отдал предпочтение и не стал тратить больше 30 баксов. Вот это вот просто тупые навороты. На этом сегодня и все. Это были тесты видеорегистраторов. Я уже запутался, что я там говорил, что я здесь говорил. Огромное спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на паблик ВКонтакте. Ссылка в описании. Ну и подписывайтесь на канал, потому что выбора у вас уже не остается. Все, пока!